Из беседы святого Иоанна Златоустова Поучение о том, что зло нужно отражать в самом начале И что малые грехи требуют больше труда и тщания, чем большие Маловажное, немаловажно, получается, это и Григорий Богослов Когда производит великое И малые грехи, немалость, и с малыми грехами нельзя войти в Царство Небесное Мало было яблоко, съеденное прародителями в Едеме Но какие великие последствия произошли от сего Дьявол не тотчас увлек Каина на убийство брата, так как он успел бы убедиться Но, во-первых, склонил его принести в жертву худшее, внушая ему, что в этом нет греха Во-вторых, возжег в нем ненависть и зависть, уверяя, что и в этом ничего нет В-третьих, убедил умертвить брата и запираться перед Богом в гнусном смертоубийстве И не прежде отступил от него, пока не довел до крайнего зла Итак, надо отражать зло в самом начале, даже в том случае, если бы первые преступления и не влекли за собой дальнейших И тогда нельзя пренебрегать ими, так как они доводят и до большого, когда душа вознеродит Несмотря на то, что грех мал сам по себе, но помни, что он бывает корнем великого зла, когда вознеродят о нем Не столько требуют тщание и трудов большие грехи, сколько, напротив, малые и незначительные Отращаться первых заставляет самое свойство греха А малых, потому что малые располагают нас к ленности и не позволяют мужественно восстать на истребление их А потому они скоро делаются великими, если мы спим Так обычно бывает и с телом Так и в Иуде родилось великое зло Если бы он не думал, что будто бы неважное дело красть имущество у бедных То, конечно, не впал бы в грех предательства Также, если бы иудеям не представилось маловажным то, что они пленены тщеславием То, конечно, они не дошли бы до христоубийства Да и всякое зло совершается так В душе нашей, несомненно, есть некоторый прирожденный стыд греха и уважение к добру И невозможно ей вдруг дойти до бесстыдства, чтобы отвинуть все за раз Напротив, она не сводит до крайней погибели неприметно, мало-помалу, когда вознеродит Так вошло в мир и идолопоклонство, когда стали выше меры чтить людей Как живых, так и мертвых А потом стали поклоняться и изваяниям Так, наконец, усилилось и блудодеяние, и другие пороки Смотри так же Один безвременно посмеялся, другой укорил Иной отлинул страх, говоря «Это ничего! Что за важность посмеяться? Что от этого может произойти?» А от этого происходят пустые разговоры Отсюда срамословие, а потом и позорные поступки Еще иной, когда его упрекают, что он поносит ближнего Насмехается и злословит, презирает и говорит, что злословить другого еще ничего не значит На самом же деле отсюда рождается безмерная ненависть, непримиримая вражда, бесконечные укоризны От укоризны же драка, а от драк нередко и убийство Аминь